добрый день дорогие друзья у нас сегодня прямой эфир прямой эфир будет на тему сахарный диабет и холестерин почему мы будем разговаривать с вами про диабет и про холестерин потому что это самые главные два параметра которые мы должны оценивать при сахарном диабете почему так потому что от уровня сахара крови и от уровня холестерина зависит скорость развития осложнений диабета и зависит продолжительность жизни прямой эфир мы будем вести совместно с доктором медицинских наук врачом эндокринолога алой константиновной сейчас я алло константиновну алло добрый день да ольга здравствуйте ага хорошо видно слышно да ага отлично друзья у нас с вами как обычно полчаса лекция расскажу я про сахар алла константиновна расскажет про холестерин и далее полчаса мы будем отвечать на ваши вопросы пока я выключаю комментарии добрый день всем вижу что все здороваются через полчаса я включу комментарии будете задавать ваши вопросы поэтому пока комментарии выключаю начинаем с вами по сахару друзья вспомним нормы сахара крови здорового человека и человека с диабетом и поговорим почему же они отличаются вспоминаем здоровый человек без нарушения углеводного обмена норма сахара натощак от трех и трех до пяти и пяти миллимоль на литр при измерении по крови из пальца из капиллярной крови и после еды у здорового человека нормальный сахар до 7 и 8 миллимоль на литр почему я акцентирую до еды и после еды потому что в норме будь то у здорового человека будь то у человека с сахарным диабетом после приема пищи уровень сахара крови поднимается и почему я акцентирую внимание на подъеме на разнице потому что для нас важно не только сам подъем но и важно насколько поднимается уровень сахара крови после еды в среднем вариабельность гликемии то есть сахар до еды и сахар после еды у здорового человека в пределах трех миллимоль на литр то есть например тощак сахар четверка у здорового через два часа после еды шестерка и это норма если же мы рассматриваем пациента с сахарным диабетом то мы понимаем что цели при диабете будут зависеть от стажа диабета от того если осложнение диабета от того есть ли гипогликемии то есть падает ли сахар крови и какая терапия диабета но если рассматривать в среднем целевые сахара при диабете то в среднем для большинства пациентов это сахар от 5 до 6 7 миллимоль на литр на тощак и сахара до 8-9 миллимоль на литр после еды почему до девятки потому что как вы помните сахар 10 миллимоль на литр это почечный порог так называемый тот сахар который начинает повреждать эндотелий сосуда внутреннюю выстилку сосудов в том числе сосудов почек помните до мишени сахаров сосуды глаз диабетическая ретинопатия микромакро ангиопатия то есть сосуды почек да тоже мелкие сосуды повреждения эндотелия сосудов и сахар начинает проникать в мочу то есть повреждения сахаров сахарами сосудов почек мы видим сахар в моче поэтому сахар десятка это почечный порог это уже не хороший сахар то есть тот сахар который у нас не должен быть ни до еды не после так вот сахара при диабете и сахара до еды нам важны и после еды и плюс важна вариабельность гликемия то есть разница между минимальным сахаром и максимальным сахаром в течение суток то есть если у здорового человека вариабельность оптимальная в пределах 3 миллимоль на литр ну то есть например тощак там 4 5 после еды 6 7 то точно так же и при диабете оптимальная вариабельность порядка 3 миллимоль на литр но 5 это максимум почему потому что если у нас частые скачки сахара к примеру у нас сахар то 4 то 13 миллимоль на литр чем больше разбег между минимальным сахаром в течение суток и максимальным сахаром в течение суток тем быстрее у нас развиваются осложнения диабета будь то сосудистые и будь то осложнения со стороны нервной системы поэтому когда мы подбираем терапию диабета нам важно не просто снизить сахар нам важно удерживать ровные сахара то есть иметь минимальную вариабельность если рассматривать двух пациентов с одинаковым гликированным помним гликированный гемоглобин показатель средних сахаров крови за последние три месяца примеру возьмем двух пациентов с гликированным гемоглобином 6 и 4 процента вроде когда целевой уровень до 6 с половиной приличный гликированный если смотреть по нашим стандартам лечения но гликированный не показывает вариабельность не показывает разброс между минимальным и максимальным если человек сахар измеряет редко подъедает быстрые углеводы там где-то съем конфетку где-то бананчик то у него есть вот эти вот скачки сахара то есть если мы поставим либру непрерывный мониторинг гликемии либо поставим декском и смотрим у него то сахар 3 его трясет у него гипогликемия то сахар 15 и вот эти вот скачки из гипа в гипер он кандидат на раннее развитие осложнений диабета при хорошем гликированном то есть вот эти вот скрытые скачки которые при измерении глюкометром до и два часа после мы не увидим почему потому что съели к примеру мы белую булку да многие пациенты говорят доктор люблю не могу белые булки иду мимо кафешки покупаю все срываюсь вот смотрите идем мимо кафешки съели белую булку мы ее съели быстрые углеводы усваиваются быстро у нас пик сахара будет не через два часа а через 20 30 40 минут а у кого-то и через пять минут зависимости от того как работает пищеварительная система наши ферментные системы раз скачок сегодня сахар 13 повреждение эндотелия сосудов повреждения нервных стволов завтра эта женщина что-то еще съела а потом она не поела у нее сахар упал а мы помним гипогликемия низкий сахар в первую очередь вредит нашей центральной нервной системе то есть если человек попал скобу в гипогликемическую после нее очень частые когнитивные нарушения то есть порядка двух недель человека замедлена скорость мышления если это пожилой человек он часто близких не узнает то есть как гипогликемия опасно так и гипер и человек со скачущими сахарами быстро приходит к осложнениям если же рассмотреть другой вариант часто это люди более старшие возрастные группы например бабушка приходит на прием с гликированным 6 и 4 процента причем бабушка которая читает статьи и смотрит видео по диабету она приносит дневничок сахаров натощак 5 5 с половиной 5 и 8 5 и 9 6 и 2 и постоянно вот такой вот тощак 5 6 после еды там бабушка правильно комбинирует продукты белок в каждый прием пищи понемногу углеводы после еды у нее 6 6 и 5 7 ну где-то съела чуть больше каши 8 и такой бабушки риск развития осложнений крайне низкий да бывают и молодые пациенты ответственные но все же чаще ответственность нам приходит в возрасте 40 50 60 лет то есть пациентов в 20 лет с первым типом диабета кто бы идеально соблюдал диету я к сожалению вижу меньше нежели чем пациентов более старшей возрастной группы то есть по сахару мы поняли а сахара до еды после еды б вариабельность то есть разница по сахарам но в целом гликированный тоже важен почему потому что если человек например нам приносит на прием хорошие сахара да будет подневничку сахаров но при этом приносит гликированный например 8 и 2 да вот у меня была такая пациентка мы понимаем гликированный 8 и 2 там явно есть сахара выше 10 то есть если это не попадает в наши измерения значит это после еды так называемая серая зона которую мы не видим глюкометром мы видим сенсором поэтому люблю сенсоры поэтому я говорю что да при подборе диеты при подборе терапии именно вот на начале очень хорошо идти сенсором с непрерывным мониторингом когда мы пишем полностью сахарную кривую в течение суток дальше вы ее сбрасываете лечащему врачу и лечащий врач вас спрашивает что съели тут а почему здесь упал сахар почему пошли гулять без перекуса и так далее вот ну и что еще важно понимать важно понимать что тощак 5 это не для всех людей почему потому что если у человека большой стаж диабета есть осложнение в частности поле нейропатия и есть не чувствительность гипо то есть нарушена распознавание гипогликемии низкого сахара обычно это люди с первым типом диабета с большим стажем либо со вторым типом диабета длительно некомпенсированным человек не чувствует низкий сахар если человек с пятеркой пошел гулять на прогулке сахар снижается быстро у него 4 а дальше 3 и дальше тяжелая гипогликемия и часто он легкую гипо пропускает и он уходит в гипогликемическую кому а мы уже обсуждали что гипогликемическая кома очень опасно для центральной нервной системы и поэтому есть часть пациентов это обычно тяжелый диабет либо тит сопутствующей патологии к диабету когда частые гипо когда мы тощак держим не от пятерки а от шестерки или от семерки то есть реально высокий тощак такие пациенты есть и об этом важно помнить то есть когда мы прописываем цели по сахарам мы их прописываем всегда индивидуально если взять например два пациента с первым типом диабета со стажем диабета например 20 лет если один пациент без гипогликемии без осложнений либо с минимумом осложнений у него да могут быть идеальные цели сахара там мы обсуждаем 5 6 7 8 как бы идеальный сахара он может держать такие пациенты есть то другой диабет другой пациент с таким же стажем диабета но с осложнениями и с частыми гипогликемиями которые он не чувствует будут совсем другие цели по сахару еще что важно важно что если при первом типе диабета да мы ориентируемся сахар соответственно гликированный гемоглобин вариабельность гликемии то при втором типе диабета мы обязательно контролируем еще один параметр это уровень инсулина почему часть врачей не смотрит инсулин потому что инсулино резистентность как вы знаете по нашим стандартам в поликлиниках врач может не лечить врач обязан лечить сахарный диабет 2 типа в виде повышения сахара но почему мы оцениваем уровень инсулина потому что если у нас человек полный у него очень высокий инсулин инсулинорезистентность то давать ему препараты группы сульфанил мочевины до диабетон манинил амарин либо же давать ему инсулины то что еще сильнее будет усиливать инсулинорезистентность и приводить к набору веса нецелесообразно когда наоборот у человека инсулин нормальный то пожалуйста там больше вариантов терапии но на инсулинорезистентность и нужно давать те препараты которые повышают чувствительность к инсулину способствуют снижению веса нормализации уровня инсулина и соответственно у нас и снижается сахар и уменьшается потребность сахароснижающей терапии то есть первое это подбор терапии в зависимости от выраженности инсулинорезистентности и второе если же у нас человек стройный его например большой стаж диабета второго типа да бывает что при втором типе атрофия бета-клеток то есть бета-клетки перестают вырабатывать инсулин мы смотрим инсулин мы смотрим цепептид концевой фрагмент инсулина который показывает выработку инсулина за длительный срок и да действительно если выработка инсулина крайне низкая цепептид крайне низкий что есть потребность в инсулине то есть инсулин мы смотрим и с точки зрения инсулинорезистентности и с точки зрения подбор терапии диабета по сахару думаю мы поняли давайте алла константиновна послушаем про холестерин про цели для пациентов с диабетом и зачем все это смотреть да ольга михайловна очень важные акценты вот еще раз тоже хочу друзья вам напомнить что если вы на данный момент у вас есть сахарный диабет любого типа но вы к данному моменту не знаете какие лично для вас сахара целевые обязательно задайте этот вопрос своему эндокринологу потому что ну две трети пациентов приходит на прием и когда я задаю вопрос какие у вас какой уровень глюкозы по глюкометру они говорят нормальный второй мой вопрос всегда что для вас нормальный какие вам доктор говорил нормы лично для вас все тишина поэтому вот как ольга михайловна абсолютно правильно сказала что зависит и от возраста и от исходного уровня глюкозы и от наличия сопутствующих осложнений в том числе сердечно-сосудистый мы каждому пациенту каждому человеку индивидуально ставим уровень глюкозы и часто бывает приходит тоже пациенты говорят а вот моей подруге моей соседки сказали что у нее должен быть сахар такой доктор почему вы мне на прошлом приеме сказали что у меня должен быть другой сахар поэтому друзья еще раз хочу сконцентрировать ваше внимание что сахар мы индивидуально каждому пациенту цели ставим как на тачак так через два часа после еды тоже самое гликированный гемоглобин по поводу систем суточного мониторирования тоже с ольгой михайловной абсолютно согласна на данный момент это один из лучших мониторингов то есть я вот за последние два месяца у меня более 40 пациентов прошли мониторирование на системе либра и конечно это очень удобно еще удобно в том что те пациенты которые с телефона считывают при системе либры врач может напрямую день в день отслеживать и смотреть уровень сахара и давать комментарии то есть вот я зашла посмотрела сегодня у человека сахар выше целевых сразу мы с ним созвонились и обсудили какие-то ключевые моменты почему особенно это удобно вот действительно когда подбор диеты когда подбор терапии с одного препарата на другой с одного инсулина на другой переводят и очень часто у меня многие пациенты берут в отпуск с собой либру чтобы там не дай бог потому что в отпуске послабление все равно есть плюс часовые пояса меняются поэтому вот на отпуск сейчас начнутся у нас январские праздники тоже и пара отпусков поэтому друзья если не проходили суточное мониторирование особенно те у кого скрытые гипогликемии либо часто очень высокие сахара либо гликированный гемоглобин выше целевых то конечно система мониторинга нам здесь помощь кроме целевых значений сахара конечно же для всех лиц с сахарным диабетом мы ставим мы целевые значения по уровню липидов друзья липиды мы должны смотреть не реже раза в год полная липидограмма смотрится в биохимическом анализе крови сдается он с утра натощак из вены и мы смотрим по липидам минимум минимум 5 показателей общий холестерин 3 глицериды 3 глицериды ну для легкого понимания это жиры потом липопротеиды низкой плотности это тоже плохой холестерин чем он ниже тем лучше липопротеиды высокой плотности это хороший холестерин который обладает защитными свойствами на сосуды и коэффициент атерогенности то есть это как раз сочетание хорошего и плохого холестерина вот эти пять показателей надо смотреть потому что к сожалению до сих пор еще сейчас реже чем там например год или два назад но до сих пор я вижу пациентов которые приходят только с уровнем общего холестерина это не показательно общий холестерин включает в себя и хороший и плохой то есть бывает такое что у человека общий холестерин нормальный но плохой холестерин высокий хороший низкий а общий нормальный и мы врачи это никак не поймем не видя полной липидограммы минимум раз в год по показаниям те у кого есть сердечно-сосудистые заболевания это чаще смотрится но минимум раз в год все лица с сахарным диабетом должны проверять свою липидограмму каких целей мы добиваемся для лиц для полностью здоровых у кого нет ни диабета нет никаких проблем с углеводным обменом общий холестерин ниже пяти для лиц сахарным диабетом эта цифра ниже жестче это четыре с половиной почему потому что при сахарном диабете нарушается не только углеводные обмены все виды и липидные в том числе то есть у тех у кого есть сахарный диабет мы профилактируем мониторируем чтобы не развились сердечно-сосудистые осложнения поэтому нам важно жестче держать рамки по холестерином липопротеиды низкой плотности плохой холестерин мы его тоже должны держать под контролем потому что вот как раз липопротеиды низкой плотности это часть вот этой атеросклеротической бляшки которая закупоривает сосуды в сердце и происходят потом инфаркты если не лечить закупоривают сосуды в нижних конечностях это возникает хромота и сосуды головного мозга это возникают инсульты если никак не лечить не реагировать если долго человек ходит с декомпенсированными липидными показателями полипопротеидом низкой плотности два года назад были новые рекомендации где эти показатели ужесточились к сожалению тоже не все еще сто процентов знают и некоторые до сих пор ставят еще по старым рекомендациям значит на данный момент липопротеиды низкой плотности то есть плохой холестерин который мы стараемся снизить и довести до нормы нам это очень важно чтобы не было сердечно-сосудистых заболеваний у лиц у кого уже были инфаркты либо уже подтвержден атеросклероз коронарогов и выявлено что забиты сосуды либо сделали узи шейных сосудов и там выявлены пляшки и есть сахарный диабет мы добываемся уровень ниже 1 и 4 это очень строгий уровень но вот именно он считается нужным целевым для тех у кого есть диабет и есть сердечно-сосудистые заболевания для тех у кого есть диабет со стажем более 10 лет что касается второго типа нет сердечно-сосудистых заболеваний то есть нет атеросклероза подтвержденного но есть его факторы риска такие как например высокое давление курение неправильное питание вот для них мы добиваемся уровень ниже 1 и 8 но тоже достаточно строгий показатель потому что на самом деле мало у кого мы видим такой уровень я уже не говорю ниже 1 и 4 и те у кого диабет недавно только развился молодого возраста у кого нету факторов риска вот у них уровень можно чуть выше держать два с половиной это полипопритриды низкой плотности высокой плотности хорошие чем выше тем лучше для женщин 1 и 2 выше чем 1 и 2 для мужчин выше единички и триглицериды что для здоровых что для лиц диабетом для всех стараемся держать ниже одного из семи потому что триглицериды это жиры они хоть у здоровых хоть и у так алло алло у нас немножечко подвис интернет у аллы константиновны сейчас мы надеемся что к нам вернется алла так пока мы ожидаем собственно возобновление интернета у аллы константиновны скажу про холестерин почему так важно смотреть уровень холестерина при диабете потому что даже у тех пациентов у кого здоровое полноценное питание то есть хорошая нормальная диета нет избытка жиров пищи очень часто растет холестерин почему так происходит некоторые пациенты говорят сахар тянет за собой жир да такая бытовая пословица но собственно в чем причина а причина в том что углеводный обмен то есть уровень холестерина господи уровень инсурина дорогие друзья углеводный обмен инсулин сахар крови напрямую связан с двумя другими видами обмена первое это жировой обмен то есть при инсулинорезистентности при сахарном диабете из-за нарушения углеводного обмена нарушается жировой обмен растет уровень холестерина это первое и второй вид обмена который также заинтересовывается при нарушениях углеводного обмена это пуриновый обмен мочевая кислота соответственно именно поэтому диагнозу сахарный диабет очень часто сопутствует диагноз ишемическая болезнь сердца атеросклероз то есть заинтересованный жировой обмен рост уровня холестерина и очень часто диагнозу сахарный диабет сопутствует диагноз подагра заинтересованный пуриновый обмен рост уровня мочевой кислоты и поэтому при диабете мы обязательно минимум раз в год контролируем липидный обмен то есть те виды холестерина о которых говорила Алла Константиновна липопротеиды низкой плотности высокой плотности три глицериды индекс атерогенности и соответственно общий холестерин плюс можно смотреть а по а по б это переносчики то есть когда уже более детально мы смотрим липидный спектр это обычно смотрят кардиологи и плюс при диабете мы обязательно контролируем пуриновый обмен то есть смотрим уровень мочевой кислоты когда вам доктор назначает терапию диабета он учитывает не только углеводный обмен не только уровень сахара уровень гликированного гемоглобина инсулина но также и вашу липидограмму и также вас пуриновый обмен мочевую кислоту почему потому что будут и особенности терапии и самое главное будут особенности диеты давайте посмотрим скилла константиновна может быть к нам присоединиться да сейчас пробуем еще раз ее присоединить так о алло алло я извиняюсь тут небольшая помеха была с интернетом извиняюсь ага так бывает вы еще расскажите про холестерин или будем на вопросы отвечать я еще буквально два слова хотела сказать что кроме холестерина глюкоза у нас еще есть по давлению цели друзья тоже очень важно чтобы как ольга михайловна говорила не было повреждения сосудов эндотелиальной дисфункции держим в норме сахар первое уровень инсулина боремся с инсулино-резистентностью для диабета второго типа липиды и конечно же обязательно артериальное давление потому что если артериальное давление высокое декомпенсировано то то же самое повреждение сосудов идет какие цели мы пытаемся достичь для лиц до 65 лет у нас цель по артериальному давлению систолическое 120 и 130 если нет повреждения почек и сопутствующих почечных патологий для диастолического то есть второе давление это от 70 до 80 лица 65 и плюс чуть менее строгие критерии это от 130 до 140 если кардиологи согласны то есть если нет например аневризма аорта если нет сопутствующих тяжелых сердечно-сосудистых и почечных заболеваний поэтому давление мы тоже стараемся ниже 140 лучше ниже 130 держать но не ниже 120 то есть от 120 до 130 это идеально поэтому друзья подводя вот наши итоги по целям контролируем обязательно глюкозу на тощак после еды в идеале еще вариабельность как сказала ольга михайловна хочу еще напомнить что у нас коэффициент вариабельности который мы стараемся достигнуть вот по суточному мониторированию ниже 36 должен быть процентов это идеально а время в целевом диапазоне чем выше конечно тем лучше но желательно чтобы выше 70 процентов я думаю ольга михайловна будет интересно тоже как-нибудь провести прямой эфир вот именно по монитору да и отличие от глюкометров потому что многие люди есть кто прям заменяют полностью на глюкометры что тоже нельзя делать глюкометры тоже имеют место жить до сих пор поэтому тоже время до интервал еще по поводу развития осложнений тоже последнюю минутку смотрите мы смотрим именно как маркеры повреждений сосудов до сахар до холестерин до давления но еще очень важно что чтобы холестерин на эндотелий осел должна быть эндотелиальная дисфункция то есть эндотелий внутренняя выстилка сосудов должна быть повреждена только тогда на нее оседает холестерин формируется бляшка в этом участвует да и уровень сахара чем выше уровень гликемии тем быстрее повреждается эндотелий мы это понимаем и давление чем больше чем выше давление тем хуже состояние сосудов всех стенок не только эндотелия но есть еще такое понятие как системное воспаление чем более выражена системная воспаление тем быстрее повреждается эндотелий причем мы можем смотреть не только маркеры общего воспаления crb фибриноген соя которые все знают но есть еще маркер кардиологических рисков маркер именно внутри сосудистого воспаления это показатель называется гомоцистеин и многие кардиологи особенно превентивные кардиологи да то что превентивная антивозрастная медицина от слова предотвращать не лечить когда уже у человека случился инсульт инфаркт а собственно понять что у человека есть риск инсульт инфаркта и собственно не допустить развитие этих осложнений так вот показатель гомоцистеина показатель внутри сосудистого воспаления его тоже можно смотреть очень часто при высоком гомоцистеине даже невысокий уровень холестерина то есть небольшое отхождение от целей полипопротеидом низкой плотности дает быструю скорость развития атеросклероза и такие пациенты действительно есть когда например люди да с активным образом жизни с холестерином общим 4 липопротеидами низкой плотности там 2 1 и 8 прям реально приличными показателями полипидограмме приходят и говорят доктор у меня было три инфаркта или там три инсульта на таких анализах такое бывает люди которые закрыты статинами фибратами то есть жесткими препаратами и вот эти вот все риски их можно оценить по гомоцистеину сразу скажу что есть как обычно лабораторная норма до референс там от 5 либо от 4 до 13 в зависимости от лаборатории есть оптимально оптимальный уровень гомоцистеина опять же зависит от возраста от патологий оптимальный гомоцистеина достаточно сохранного человека это до семерки то есть он должен быть невысоким гомоцистеин на него тоже можно влиять это и снижение системного воспаления и витамины группы b это b12 фолиевая то есть факторов много и когда вы сдаете анализы идете к врачу вы сразу думаете какие у вас проблемы в организме какая у вас генетика то есть если например у мамы у бабушки либо там у папы у дедушки были инсульты инфаркты тогда мы полностью всю кардиологию обследуем полностью все анализы включая маркеры воспаления так я думаю пора включать вопросы бесконечно говорить о медицине так я включаю комментарии и плюс я включаю вопросы которые во вкладке вопрос я не знаю лаконстин на видите нет про норму гомоцистеина я уже ответила вот вопрос сахарный диабет первого типа после панкреонекроза назначили только продленный инсулин утром правильно ли посмотрите если был панкреонекроз и поджелудочная совсем не вырабатывает инсулин то ни базального нет ни на еду его нет то есть если инсулин цепептид близкие к нулю то нужна не только база нужен еще и короткий инсулин на еду то есть по сути будь то первый тип диабета будь то диабет панкреатогенный да после панкреонекроза либо у меня недавно была женщина у которой был рак поджелудочной железы то есть полностью удаление поджелудочной понятно что там и короткий инсулин и продленный инсулин то есть подбор такой же как при первом типе диабета когда своего инсулина нет Вопрос. Какие лекарства при гипертонии предпочтительны при диабете 2 типа 63 года, давление 140 и 90, пульс 85? Смотрите, давление, конечно, 140 и 90, это уже считается пограничным, то есть между нормотонией и гипертонией первой степени. Что касается, какие препараты предпочтительнее? Во-первых, надо смотреть биохимический анализ крови. И когда мы назначаем гипотензивную терапию, мы еще обязательно оцениваем функцию почек, то есть смотрим каотинин, скорость клубочковой фильтрации. Это как минимум. Хорошо при сахарном диабете группы препаратов-ингибиторы АПФ, это все прилы, то есть иналаприл, лизинаприл, либо, скажем так, альтернативная группа, у которой меньше побочный эффект в виде сухого кашля, как вот вызывают иналаприл у 15% пациентов, это сартаны, то есть самые часто используемые – это лазартан. Вот почему именно эти препараты хорошо? Потому что они обладают нефропротекцией, то есть защищают почки, которые при сахарном диабете достаточно часто поражаются. Поэтому вот эту группу диабетов, вот эту группу препаратов у пациентов с сахарным диабетом мы назначаем достаточно часто. Но, друзья, сами назначать препараты нельзя. Каждому препарату есть показания и противопоказания. В частности, одно из противопоказаний к этим группам препаратов – это стеноз почечных артерий. Поэтому прежде чем назначить, обязательно нужна консультация врача. Ну и пульс 85 – это, конечно же, не целевой пульс, то есть надо, опять же, смотреть, с чем он связан. Бывает часто у лиц с сахарным диабетом автономная нейропатия, то есть это поражение нервных волокон сердца, которую могут пациенты никак не диагностируется на долгое время, а постоянно вот такая тахикардия. То есть пульс им выше 80, выше 90. Конечно, здесь уже нужны препараты. Чаще всего мы назначаем бета-блокаторы, то есть, например, препарат бисопролол, конкор, коронал. Но, опять же, к этим препаратам есть противопоказания. Прежде чем их назначать, надо смотреть, ЭКГ нету ли ПЭКГ-блокад, потому что любая блокада – это противопоказание к этой группе препаратов. Поэтому самолечением мы ни в коем случае не занимаемся, но в вашем случае вам обязательно нужна консультация картиолога, потому что и давление, и пульс выше целевых значений. Так, открою еще вкладку «Вопросы». Друзья, давайте, пожалуйста, для удобства писать вопросы просто в комментариях, чтобы не лазить в отдельные вкладки. Да, я вот уже в вопросах смотрю. Да, вот здесь вот вопрос про женщину, 67 лет, инсулин 8, натощак, глюкометр 5,8. Есть ли преддиабеты, нужно ли принимать метформин 500? Посмотрите, то, что касается сахара натощак 5,8 по глюкометру, да, это выше нормы, то есть 3,3,5,5. Однако, друзья, помните, что домашний глюкометр имеет понятие такое, как погрешность. И погрешность может быть выше, то есть он может на 15-20% завышать показатели. На основании однократного измерения сахара и инсулина 8 не ставится диагноз преддиабет, то есть нарушение гликемии натощак не ставится. Вам нужно ждать гликированный гемоглобин в лаборатории и либо калиброванный глюкометр несколько измерений сахара, либо все же сдача сахара тоже в лаборатории. Идеальный вариант, когда вы приходите на прием с сахар, гликированный гемоглобин, инсулин из лаборатории и плюс домашние профили, сахар до еды несколько дней, сахар через 2 часа после еды. Идеально, если вы сделали сахарную кривую, то есть сахар до еды, прием пищи, причем прием пищи высокоуглеводный, именно как тест толерантности домашний, там кашу с фруктами съели, чтобы получить высокий подъем, то есть тест толерантности в домашних условиях. Сахар натощак, дальше 30 минут, 60, 90, 120 после еды приходите с этой сахарной кривой к врачу. Если у вас стоит монитор, опять же, LibraDex.com, приносите показатели монитора, это идеально. И из вопросов, опять же, гликированный гемоглобин 6,0, что это значит? Лабораторная норма гликированного до 5,9, гликированный от 5,9 до 6,5, это ставится преддиабет, то есть нарушение гликемии натощак, нарушение толерантности к глюкозе. Но вот если рассматривать норму, да, лабораторную референс до 5,9, то есть вам по гликированному гемоглобину до 5,9 врач никакой диагноз не поставит, скажет, иди, Васечка, домой. Но мы помним, что есть целевые показатели, идеальные показатели из превентивной медицины. Идеальный гликированный гемоглобин для здорового до 5,4%. То есть если у нас гликированный 5,2, все, шикарно, живем, радуемся, да, хороший гликированный. Если у вас гликированный 5,6, 5,7, он, да, входит в референс, в лабораторную норму. Но уже пора сдать сахар, инсуин и задуматься о диете. А то, что касается, друзья, метформина, да, хороший препарат, особенно если это высокие биодоступные формы, сиофор, глюкофаж, глюкофаж лонг, но это лекарственный препарат, который имеет не только плюсы в виде лечения инсулинорезистентности, но он выводится почками. Если у человека есть почечная недостаточность, либо нарушение функции почек, то мы 10 раз подумаем, выводить или нет. Он имеет противопоказания помимо почек, поэтому любой препарат вам должен назначать врач на основании дианализов. Ни в коем случае не вслепую. Друзья, ну вот, к сожалению, на такие вопросы, как вот ребенок 14 лет, инсулин 4,6, цепептид 1,36, натощак сахара от 6 до 10, сиофор 1002 раза сказали делать подколку инсулина. Но здесь, видите, зависит еще от типа диабета. К тому же в детском возрасте, то есть тут мало данных, тут зависит еще от веса ребенка, подростка уже, потому что у нас есть препараты, которые с 12 лет, агонисты ГПП-1, которые можно с 12 лет ставить, но при диабете второго типа. То есть мы здесь не знаем диагноза, поэтому не можем сказать. Сказали делать подколку инсулина, потому что тощаковый сахар высокий. От 6 до 10 натощак это высокий. Поэтому вам назначили подколку базального инсулина, который как раз нивелирует вот этот утренний тощаковый сахар. Не зная более точной информации, нельзя сказать, насколько корректно, некорректно, но назначен в связи с чем здесь понятно, чтобы нивелировать вот этот дощаковый сахар. Я буду переходить к вопросам в комментариях. Как отличается уровень сахара по глюкометру и по анализу крови из вены? Как эту разницу учитывать? Ну вообще в венозной крови сахар может быть чуть выше разницы до 1 мл. И еще важно понимать, что каждый глюкометр имеет погрешность. Погрешность может быть как в сторону повышения, так и в сторону понижения сахара от истинного. И глюкометр все же стоит обкалибровать. Либо это делается в магазинах медтехники, либо в крупных аптеках, где есть заданные растворы для калибровки, либо в стационаре. Почему? Потому что если у вас глюкометр, например, показывает вниз, имеет тенденцию к снижению сахара, у вас будет разница между венозным измерением и сахаром капиллярной крови намного больше. И плюс, что важно понимать, что какие-то щековые измерения сахара, это мы проснулись и померили. Когда вы едете в лабораторию, которая расположена на другом конце города, у вас сахар может как снизиться, потому что мы едем, мы не поели перед тем, как сдавать анализы. Так и второй вариант. Мы едем до лаборатории, у нас сахар падает, мы начинаем уходить в гипогликемию, на падение сахара у нас выбрасывается кортизол, стрессовый гормон, и плюс у нас выбрасывается гликоген из печени, то есть постгипогликемическая гипергликемия. И сахар может быть намного выше, чем у вас тащиковый сахар дома, из-за того, что мы перенесли легкую гипо, и у нас выбросился гликоген. Поэтому все-таки дома обязательно контроль сахара, это не только лаборатория. И домашний контроль, если у вас откалиброван глюкометр, он все-таки будет более достоверный, нежели чем сахар в лаборатории. В лаборатории, понимаем, еще разная медсестра. Кому-то нахамили на входе у него поднялся сахар, кому-то заходили в вену с пятого раза, если плохие вены. Это тоже нужно учитывать. Так же, как гормональные анализы. Если вы сдаете кортизол в лаборатории, вы ехали, попали в пробку, там нахамил таксист, в лаборатории два часа стояли в очереди, но кортизол-то будет неадекватный, это же стрессовый гормон. Поэтому надо еще учитывать, как мы сдаем, собственно, анализы. Так, как снизить утренний сахар? В течение дня сахар в норме, а утром натощак 6,3. Ну, вот опять же, надо в каждом конкретном случае работать конкретно с человеком. То есть, почему у вас утром натощак 6,3, вот сходу не скажешь. Несколько причин может быть. Первое – инсулинорезистентность. Как раз инсулинорезистентность начинается с высоких базальных утренних сахаров. Это первое. Второе – возможно, вы поздно кушаете вечером. То есть, поели, пошли спать. Либо кушаете вечером пищу, насыщенную долгими углеводами, такую, как картошку, макароны, бутерброды с белым хлебом. Если вы это поедите поздно вечером, то, конечно же, у вас утренний сахар, долгие углеводы, они усваиваются долго. И поэтому вы с утра встаете вот с этим высоким сахаром. Поэтому здесь надо смотреть весь спектр анализ. Вам обязательно надо доздать гликированный гемоглобин, сделать в лаборатории оральный глюкозотолерантный тест при необходимости. То есть, посмотреть натощак через 2 часа после углеводной нагрузки. И тогда издать уровень инсулина. И тогда уже понимать, в связи с чем у вас этот высокий уровень натощак. То есть, надо дообследоваться обязательно. Женщина спрашивает, диабет 2 типа с большим стажем, почему давление ниже 120? Плохо это или нет? У мужа часто 110. Друзья, есть люди, кто гипотоники. Диабет 2 типа у мужчин, он бывает и без большого веса. То есть, это не обязательно очень полный человек с выраженной инсулинорезистентностью. Это может быть стройный человек, который, собственно, с молодости гипотоник. Если у него с молодости давление 110 на 70, при котором он себя прекрасно чувствует, сохранно кровообращение головного мозга, сохранно кровообращение нижних конечностей, если это его особенность, хорошее уйти сердца, хорошее ЭКГ, хороший кровоток системный, почему бы и нет? То есть, 110 на 70 – неплохое давление. Если, понятно, нет симптомов гипотонии, если муж на таком давлении, собственно, падает в обморок, или там постоянные какие-то головокружения, ишенические всякие признаки, то тогда, понятно, будем повышать. Но гипотония – это часто не диабет, это часто вопросы к щитовидке, часто вопросы к надпочечникам и к сердечно-сосудистой патологии, собственно. 17 лет, вот как раз к нашему сегодняшнему эфиру имеет место вопрос. 17 лет, сахарный диабет первого типа, стаж 10 лет. Нужен ли контроль холестерина? Да, обязательно нужен. Не менее раз в год во всех наших алгоритмах, и не только наших, и европейских, и американских, прописан необходимый, минимум необходимый исследований, и в него входит определение уровня холестерина, липидного спектра. Минимум раз в год, независимо от типа диабета, будь у вас первый, второй, лада, моди, всё равно раз в год мы определяем холестериновый спектр. Поэтому, да, обязательно надо его мониторировать. При первом типе диабета также нарушается липидный обмен. То есть, какой бы тип диабета ни был, глюкоза повышена, особенно у декомпенсированных людей, у которых долго были высокие сахара, они влияют и на липидный обмен негативно. Поэтому, пожалуйста, определяйте раз в год. Как минимум. Иногда бывают ситуации, когда мы назначаем чаще. Вот вопрос про подготовку планирования беременности при диабете второго типа, и как, собственно, она ведётся. Ну, во-первых, подготовка к беременности – это полностью компенсация диабета, то есть мы выводим сахара в идеальные нормы, у беременных нормы по сахару ниже, и дальше, когда вас будет вести кушер-гинеколог, он это будет делать совместно с эндокринологом, потому что у беременных мы будем убирать таблетированные препараты, если была массивная терапия, мы будем выходить на инсулины. Про подготовку и ведение беременности у меня есть видео на Ютубе, набираете Ольга Павлова, подготовка к беременности, гестационный диабет, всё это смотрите, там очень подробные видео, можете изучить. Вопрос про дедимер. Дедимер – это свёртываемость, это быстренько бежим к кардиологу, очень часто он повышается либо после перенесённого ковид, либо после контакта, и обязательно назначаются кроворазжижающие после, собственно, анализов на вязкость. Это не шутки, у кого высокий дедимер, у вас прям прямая дорога к кардиологу, причём это не ждать и бежать бегом. Да, потому что это склонность к тромбозам. Одно из проявлений тромбозов, то есть когда мы оцениваем риски тромбозов, мы смотрим дедимер, и когда он повышен, особенно если ещё и тромбоциты изменены, то здесь как бы тянуть уже нельзя, иначе в любой момент может случиться тромбоз. Глюкоза натощак больше года выше нормы, 6,1 – 6,4. Гликированная норма 5,2, да, согласно 5,2 – это прекрасный гликированный. С-пептид 457 – это тоже нормальный. ТТГ нет возможности сделать. Нарушение глюкемии натощак, да, безусловно, диагноз. При диабет метформин нужен ли? 46 лет. Смотрите, опять же, мы назначаем метформин индивидуально. То есть если у вас есть избыточный вес, и инсулинорезистентность по одному С-пептиду мы не определим, это надо инсулин посмотреть, индекс хома, и мы выявим, если у вас инсулинорезистентность, то уже при преддиабете, да, назначаем. Если же у вас нормальный вес, вы худенькая, и у вас есть физическая активность и правильное питание, то есть обнаружили у вас повышенный сахар, перешли на правильное питание, еще желательно при этом вес нормализовали до целевых для вас значений, то тогда какое-то время можно и без метформина. То есть мы решаем в каждом конкретном случае. Но опять же, если вам назначат метформин, прежде чем его начинать принимать, это обязательно оценка функции почек, потому что у всех препаратов есть почечный порог, при котором они противопоказаны. То есть самолечением мы никогда не занимаемся. Вопрос про рыбий жир. Снижает ли рыбий жир холестерин? Вот смотрите, есть питание, есть добавки к пище, будь то омега-3, рыбий жир. Да, я к ней прекрасно отношусь. Сама плю каждое утро омега-3, не только ради холестерина, а ради системного противовоспалительного эффекта, ради омега-3. Омега-6 индекса, да, у большинства людей в Российской Федерации дефицит омега-3, потому что омега-3 – это глубоководная морская рыба, которая питалась планктоном, не которая выращила на ферме и питалась комбикормом, которая реально дикая морская рыба, которая в нашей стране, собственно, нам не всем далеко доступна, не в каждом регионе она будет. В основном у нас выращенная на ферме рыба. Поэтому полезно ли омега-3 рыбий жир? В целом, да, полезно. Но если рассматривать холестерин, есть человек молодой, здоровый, с небольшим подъемом уровня холестерина, чуть выше целевых цифр, без инсультов, без инфарктов, без сопутствующей кардиологической патологии, ему, да, диета, омега-3 жирные кислоты, то есть рыбий жир ему будет достаточно. Если мы возьмем другого пациента, пациента с кардиологической патологией, с перенесенными инфарктами и инсультами, то ему рыбьего жира будет мало, он все-таки будет идти на статинах. И те люди, кто, да, не любят статины, я понимаю, почему вы их не любите. Потому что, да, статины резко снижают холестерин, но, да, они имеют много побочек. Там функция печени, мышечные боли, половой спектр, потому что стероидное кольцо, выработка витамина D, убихинол, то есть энергообмен, да, побочек много. Но бывают ситуации, когда без них не обойтись. Если без них не обойтись, то мы просто учитываем побочный эффект и, собственно, закрываем побочный эффект. Ну, то есть такое понятие, как подстелить соломку, оно есть в медицине. Любой сильный препарат, да, как многие боятся препаратов для лечения, для ожирения, там, центрального действия, инъекционных препаратов. Почему их боятся даже врачи? Потому что нет достаточной практики. Если доктор каждый день работает с этими препаратами, то доктор прекрасно знает, как уменьшить риски побочных эффектов, какие параметры контролировать и чем закрыть, какими дополнительными назначениями закрыть побочные эффекты от препарата. Это касается любого препарата. Сахара снижающего, снижение веса, снижающего холестерин. Поэтому, когда вы приходите к врачу, вам доктор дает основное назначение по вашему заболеванию и сопутствующие назначения, будь то витаминки, микроэлементы, БАДы, либо же мягкие лекарственные препараты, которые будут нивелировать побочный эффект от основной терапии. И это очень важно. И поэтому человек часто выходит не с одним препаратом, а с несколькими. И именно комбинация хорошо работает. Я недавно услышала прекрасную фразу «Назначение врача – это не меню в ресторане». Меню в ресторане вы выбираете. Назначение врача – это всегда работа комплекса. Если вы, например, из пяти препаратов пьете только один, который главный, то эффект у вас будет часто даже не одного, а ноль. Потому что все-таки, если доктор вам дает комбинацию, то именно комбинацию мы и применяем. «Добрый день, 36 лет. Сахар натощак 4,9 – 5,2. Сахар – это нормальный. Инсулин 6,2 чуть-чуть высоковат. Гликированный – 5,9. Смотрите, вы балансируете на грани. То есть 5,9 – это верхняя граница нормы. 6,0 – это уже предиабет будет. Поэтому надо начинать снижать гликированный гемоглобин вместе со снижением инсулина. То есть начинать более правильное питание соблюдать, вводить физические нагрузки, обязательно контролировать гликированный гемоглобин минимум раз в год, лучше раз в полгода. И также сам инсулин. Ну и, конечно, вам еще надо после еды сахар через 2 часа тоже посмотреть, потому что бывает, что натощак нормальный, а через 2 часа после еды уже повышен. И тогда только диагноз будет полностью понятен. Вопрос про гомоцистеин. Нужно ли разово пропивать витамины группы В или пить постоянно? Друзья, то, что касается витаминов группы В, есть мутации в фалатном цикле, есть разное усвоение витаминов группы В, есть прием препаратов, которые снижают уровень витамины группы В. Например, наш любимый метформин, сиафор, глюкофаж, который снижает уровень В12 и при котором нужно как минимум раз в год делать профилактические курсы В12, чтобы он не заваливался. Это не только нервная система, это еще и сердечно-собсудистая система и, собственно, обсуждаемый с сегодняшней темой гомоцистеин. По В12, по фолиевой, кровь из вены сдали, посмотрели, насколько они низкие, решаем, какая доза, какой курс. И хотя бы раз в год мы смотрим витамины, микроэлементы, чтобы понять, либо мы, например, курсом В12 дали, либо это подъязычные формы, которые хорошо усваиваются, либо это инъекционные формы, либо нам достаточно курса, либо нам нужен постоянный поддерживающий прием. Это и В12, и фолиевый касается. То есть тут все по анализам. У отца после приема метформина пошли почечные осложнения. Чем заменить? Смотрите, здесь несколько вопросов. Первый вопрос, какой метформин был? К сожалению, есть разные дженерики метформинов, разные виды. И, как вы понимаете, очистка везде разная. То есть вот как Ольга Михайловна уже говорила, глюкофаж, сиофор, глюкофаж, лонг, хорошо очищенные метформины, на них крайне редко бывают побочные эффекты, но бывают. Опять же, если у вас отец принимал с низкой скоростью клубочковой фильтрации метформин, когда он вообще в принципе противопоказан, то есть когда скорость клубочковой фильтрации ниже 30, да, безусловно, осложнения пошли, они не могли не пойти, потому что этот препарат противопоказан, как и большинство других при такой скорости клубочковой фильтрации. Поэтому здесь вопросов много. Но чем заменить? У нас есть несколько групп препаратов. Один из препаратов – тражента. это ингибиторы ДПП-4, которые на почки не влияют вообще никак, и у него нет противопоказаний по скорости клубочковой фильтрации, там ниже 15. Это прекрасные препараты, ингибиторы ДПП-4, мягкого действия не вызывают гипогликемии, но к нему есть также противопоказания, то есть сами не назначаем. Ещё одна группа препаратов, которые обладают мощной протекцией на почке, это ингибиторы НГЛТ-2, очень там длинные, если расшифровывать. Это такие препараты, как дапоглифлазин фарсига, эмпоглифлазин, джардинс инвакана, то есть их несколько таких препаратов. Они защищают почки, но они выводят глюкозу с мочой, и, соответственно, здесь нужна для пациентов очень хорошая гигиена. Опять же, прежде чем назначать эти препараты, надо посмотреть, матчу нет ли глюкозы урии, надо посмотреть скорость клубочковой фильтрации, то есть у всех препаратов есть показания и противопоказания. Но как альтернатива, чем заменяется метфармин, это вот из ингибиторов ДПП 4 трожента, из ингибиторов НГЛТ-2 практически всю группу можно принимать. Ну и ещё то, что касается по уверенно сниженной функции почек, как вариант трулиситина, опять же, после обследования. Есть препараты, которые назначаются и при выраженном снижении функции почек, то есть это всё есть. Друзья, кто спрашивает про питание, про мёд, хоть светлый мёд, хоть тёмный мёд, глюкоза, фруктоза, резкий скачок сахара, при диабете не употребляем. То, что касается по питанию, по препаратам, кто хочет научиться подробно разбираться, у нас на следующей неделе стартует скидка на школу лечения диабета, два месяца занятий, полностью подробная информация о питании, о терапии диабета. Вы будете разбираться не только в питании, вы также будете разбираться в современных сахароснижающих препаратах и сможете задавать нормальные вопросы врачу. На самом деле, врачи в поликлинике могут выписывать современные препараты, если пациент обоснует, почему они ему нужны. Многие пациенты получают хорошие препараты бесплатно. Это просто вопрос отношений с врачом. Ну, точнее, не пациент обоснует, чаще всего мы, как бы, доктора пишем, даже вот из частных центров пишем обоснования, с ним пациент идет, потому что, конечно, врача в поликлинике нету столько времени сидеть, писать эти обоснования. И действительно, как вы правильно сказали, часто и в льготах они содержатся. У меня даже есть пациенты из-за границы, ну, вот, предположим, сегодня, да, у меня пациентка из Америки, она получила бесплатно препарат Аземпик просто по страховке. Я ей рассказала, как, что объяснить, почему ей нужен Аземпик, она его получила бесплатно, потому что, например, Европа, Америка, цена на препараты значительно выше, нежели чем в Российской Федерации. То есть, те, кто говорят, что у нас дорого, когда мы приезжаем в Европу, просто мы видим их ценники, это не просто дорого, это ужасно дорого. И те пациенты, кто проживают за границей, они часто либо возят препараты из нашей страны, либо пытаются их получить за границей бесплатно. Это, в принципе, тоже реально, если грамотно обосновать врачу, почему вам нужен тот или иной препарат. Ну, вот по препарату Фарсига, расскажите, пожалуйста, о Фарсиге. Вот мы уже затронули, препарат относится к классу ингибитора НГЛТ-2, то есть он ингибирует фермент, который отвечает за всасывание глюкозы в почках, поэтому выводит глюкозу через мочу. В соответствии, глюкоза снижается в крови, и у этого препарата масса положительных эффектов, он чуть-чуть снижает давление, незначительно снижает вес, снижает как раз эндотелиальную дисфункцию, то есть повреждение сосудов, очень хорошо снижает сахар в крови и обладает почечной протекцией. Но, друзья, пожалуйста, все, кто принимает Фарсигу, Джардинс и другие препараты, должна быть прекрасная гигиена. Глюкоза выводится с мочой, соответственно, это среда для развития плохих бактерий, поэтому раз, а лучше два раза в сутки должен быть душ с полным подмыванием, чтобы не было побочного эффекта в виде развития инфекции. Друзья, у нас скоро кончится время прямого эфира, то есть нас скоро выключит Инстаграм, потому что уже почти час 59 минут, то есть пока мы отвечаем, но, собственно, когда нас выключат, эфир закончится. Пишет женщина, диагноз цели провоскулярная недостаточность, развившаяся очень быстро, сейчас чувствую симптомы гипогликемии при показателях сахара ниже 6 ммол на литр. Как добиваться целевых значений, если все трясет? Если есть сопутствующие заболевания, при которых мы чувствуем гипогликемию раньше, это часто заболевания нервной системы, то мы можем сахар держать от 6, либо очень-очень мягко снижать. Если у человека привычный сахар высокий, резкое снижение сахара до так называемых идеальных значений 5 ммол на литр может в том числе привести к отеку мозга. Это опасно, поэтому сахар снижается медленно. И вспоминаем начало эфира, когда я говорила, что есть часть пациентов, у которых мы сахар ниже 6 не опускаем. Это тоже вариант нормы, с этим можно жить. Просто более мягкая терапия диабета, более качественный контроль за диетой. Это все реально. Мне 67 лет, диабет второго типа назначен отражентом утром, вечером глюкофаж. Немноговато ли? Смотрите, нет, немноговато. Препараты из разных групп действуют на разные патогенетические звенья диабета. То есть трожента, скажем так, защищает вашу поджелудочную железу, защищает бета-клетки, мягкость снижает сахар. Глюкофаж действует на инсулинорезистентность, помогает клеткам усваивать инсулин. То есть препараты действуют на разные звенья, поэтому их совместное назначение обосновано. Друзья, у нас уже час прямого эфира, в любом случае прямой эфир закончится. Всем желаем хорошего дня. Кому мы не успели ответить сегодня, либо, как вы знаете, я отвечаю в комментариях, либо ждем следующего эфира. Мы с Аллой Константином это еще для вас будем проводить эфиры. Были рады вопросам. Спасибо, очень много хороших вопросов. Спасибо вам, Александр. И пишите в комментариях, какие темы, может, вас заинтересовали, что хотели бы подробнее. Может, это медикаментозная терапия, потому что я вижу массу вопросов по препаратам и по вектозе, и по аземпику. К сожалению, на все невозможно ответить. Поэтому пишите, какие темы вам интересны. Ладно, друзья, всем хорошего дня. Эфир сейчас сохраню. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok